Я люблю тебя Твоё имя восторю Тебя всем, всем, всем я люблю Добрый день всем! И написано, что этот день сотворил Господь. Аминь! Когда Господь творит, что-то создается зеленью, всегда что-то прекрасное. Аминь! И поверь, что Господь, Он и в тебе что-то делает. В Библии говорит, что Он Духом Святым созидает в нас жилище Богу. Чтобы Сам Господь мог пребывать, чтобы Сам Господь мог обитать в нас. Давайте мы откроем несколько мест из Библии. Я сегодня хочу говорить о небесах, потому что это наше главное призвание. Мы идем по направлению к небесам. И я верю, что не старт важен, а финиш. Дойти до финиша, да? Даже, знаете, можно хорошо стартануть. Можно хорошо взять такую, знаете, скорость. И ты побежал, и, может быть, хорошо бежал. Но когда ты бежишь какое-то время, идешь какое-то время, когда ты путешествуешь какое-то время, может приходить усталость, может приходить, может быть, даже скука, какое-то разочарование. И, знаете, некоторые, к сожалению, иногда бывает так, что, ну, вот я пастор уже больше 25 лет, я видел, как люди приходят, и Господь что-то делает даже в их жизни. И потом они ослабевают, и они даже уходят из церкви. Почему? Потому что теряется вот эта главная цель. То есть, ради чего я в церкви? Если мы ищем идеальное общество, здесь, на земле, мы никогда его не найдем. Нет ни одной идеальной церкви. Кто-то сказал, что, знаете, люди говорят, в этой церкви нет любви. Кто-то говорит, конечно, нет, потому что ты уже сюда пришел. Тут уже нет любви. Поэтому мы не ищем любовь, мы призваны давать любовь. А мы? А так, конечно, мы можем прийти, знаете, посмотреть, такое, знаете, ощущение, что никто тебя тут и не любит. Может быть, собрать мне чемоданчик, да, пойти туда, где-то поискать еще. Нет, мы не найдем идеального общества, мы не найдем идеальной церкви. Если мы где-то в церкви или в любом другом месте из-за людей, из-за чего-то другого, друзья, мы разочаруемся. Но когда мы ради Господа, когда мы ради Царства Божьего, имеем вот это откровение, что я иду по направлению к небесам, к небесному Иерусалиму. Аминь. И мы посмотрим несколько мест из Библии, Ефесянам 2 глава, я буду читать, вы можете слушать, можете открыть. Здесь сказано, 6 стих, и воскресил с ним, речь о нас, о том, что Господь воскресил нас с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Не сказано, что посадит на небесах, возможно, что мы этого не понимаем, всей глубины не понимаем, но Библия говорит, что если ты принял Иисуса Христа, ты уже в духе своем посажен на небесах, потому что ты во Христе. И тело Иисуса Христа, Церковь, превыше всего на этой земле. И второе место, это Колоссянам 3 глава, 1 и 2 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, то есть небесного, где Христос сидит от тесною Бога, а о горнем помышляйте, а о горнем помышляйте, а не о земном. Мы живем в физическом мире, мы живем в физическом теле, но мы уже являемся гражданами неба. Твое гражданство на небесах. Мы здесь как послы, мы здесь как посланники. Мы здесь для определенной цели. И что на протяжении веков, что давало силу христианам не сдаваться, идти за веру даже на смерть, идти в темницу за веру, что давало христианам силу не спотыкаться или спотыкаясь стать, знание, что небеса очень реальны. Они реальны. Мы идем на небеса. Мы граждане неба, мы уже посажены на небесах. И служение Святого Духа заключается в том, чтобы хранить невесту, чтобы подготовить невесту. Знаете, иногда в церковь мы так выглядим, такая невеста, что как будто бы, знаете, немножко складывается впечатление, что Иисус сидит там на небесах, Отец ему говорит, иди, сын мой, за невестой. А он говорит, нет, нет, не хочу я такую невесту. Нет, нет, иди, сын, за невестой. Да нет, Отец, помилуй, не хочу я такой невесты. И тогда Святой Дух говорит, я пойду, я подготовлю невесту, чтобы она была совершенной, чтобы она была послушной жениху. Аминь. И в Библии, в Ветхом Завете есть очень сильный образ, когда Авраам, у него Исаак, Исааку нужна жена. И он призывает, Авраам призывает своего слугу. Авраам – это как прообраз Бога. Исаак – прообраз Христа. А слуга, которого призывает Авраам, это как прообраз Святого Духа. И Авраам говорит своему слуге, того, которого он как бы отправляет в этот путь, приведи моему сыну Исааку, Исааку, невесту из дальней страны. Не возвращайся без невесты. И этот слуга, он даёт эту клятву Аврааму, и он идёт, и он находит эту женщину, девушку, которая должна стать невестой и затем женой Исаака. Вы знаете эту историю, да? Его задача, он охраняет её на всём этом путеследовании через пустыню. Он оберегает её, и он рассказывает ей, потому что у неё много вопросов. Как выглядит мой жених? Каков он? Так что Библия говорит, что когда, если вы читаете, что они подъезжали, уже вдали были шатры, Исаак вышел из одного из шатров, невеста, которая ехала в этом караване, она узнала, что это Исаак. Почему? Я думаю, почему, а как она узнала? Потому что вот этот слуга настолько ей подробно описал, что он открыл, как выглядит, каков он, Исаак, что она его узнала, так же мы узнаем его. Потому что Святой Дух через Слово Божье, через своё присутствие в нас, Он рисует нам образ Христа, Он знакомит нас с женихом. И если ты желаешь познать Иисуса Христа, тебе необходимо иметь эти глубокие отношения с Духом Святым, эти глубокие встречи с Духом Святым, переживания в Слове Божьем, Божьего присутствия для того, чтобы образ Христа отобразился. Знаете, многие христиане, они не знают Христа. Даже Павел так написал, он сказал, «К сожалению, многие из вас не знают Бога». И когда мы познаем Его, Христос отобразится в нас. И мы сможем сказать однажды, как апостол Павел сказал, «И не я живу уже, но живёт во мне Христос». Поэтому цель Библии, цель Слова Божьего – привести вот эту невесту в совершенство, в достоинство подготовить к встрече с женихом. И очень часто мы уклоняемся от этот поиск земных благ. Заботы поглощают нас. И знаете, когда эти заботы поглощают нас, мы можем быть расстроены. На земле есть всегда какие-то причины быть расстроенными. Но относись к этому как к путешествиям. Я помню много раз, когда у нас было сильное желание, я про нашу семью говорю, поехать в отпуск. И не было достаточно денег, например, чтобы поехать нормально, сразу в аэропорт полететь. Поэтому мы искали самые такие дешёвые варианты передвижения. В основном это было, мы садились здесь на какой-то транспорт, мы ехали в Минск, мы с Минска ехали в Киев, мы с Киева летели куда-нибудь в Анталию, в Анталию мы садились и ехали ещё пять часов куда-то там. И знаете, пока ты, бывает, доедешь, это больше суток проходит, ты просто реально устал. Ну, понимаете? То есть это не просто, что ты приехал в Минск сразу через минуту, ты раз пересел туда, да. Нет, ты где-то ждёшь постоянно. Эти границы какие-то там, тебе проверяют эти документы. Ты хочешь пить, ты устал, может быть, ты хочешь спать. Но когда ты туда приезжаешь, и ты видишь солнце, море, и всё забывается. Поэтому вот это важно. Смотрите, как Павел сказал, о горнем помышляйте, а не о земном. Когда мы помышляем о горнем, когда мы помышляем о небесном, высвобождается сила, высвобождается сила. Когда мы постоянно о земном, о, какие эти проблемы, как мне решить? Одну проблему решил, две появились. Постоянно эти новые вопросы, да, постоянно мне нужно, я как белка в колесе, и один брат говорит, я постоянно гоняю дьявола, я бегу, он за мной догоняет меня, да, все эти вопросы. Поэтому Павел говорит, помышляйте о горнем. Потому что когда ты идёшь длинную дистанцию, для того, чтобы дойти эту длинную дистанцию, заостряй своё внимание не на процессе, а на цели. Если ты идёшь, ай, ноги устали, спина устала, надо сяду на пенёк, да, съем пирожок, а устал, не могу, нет, ты смотри на цель, и ты будешь говорить, я стремлюсь к цели. Аминь. И чем старше мы по возрасту становимся, поверьте, тем эта цель ближе. Тем больше мы должны, как бы, жить в этом освящении, зная, что нам необходимо вот это масло, сила Святого Духа, чтобы дойти дистанцию. И там ждёт нас награда. Жизнь на земле – это всего лишь или только лишь подготовка к вечности. А там будет хорошо. Это не значит, что, знаете, я сегодня проповедую вам, что вообще вам не надо решать никаких вопросов. Нет, мы живём на земле, конечно, Господь дал нам мудрость. Но посмотрите, как сегодня много людей, такие расстроенные люди, да, расстроенные, депрессии. Ты думаешь, Писание говорит, всегда радуетесь, как я могу радоваться, как я могу радоваться, глядя на этот мир. Тебе не надо, или точнее, ты не сможешь радоваться, глядя на этот мир. И я вообще заметил, что земные цели, они как-то не радуют. Ты ставишь там какую-то цель. Да, элементарно, когда у тебя не было автомобиля, ты хотел автомобиль купить. И знаете, что, когда ты покупаешь автомобиль, реально нет никакой радости. Вот вообще нету, потому что это кажется, что вот замуж бы мне быстрее выйти, жениться быстрее, дом построить быстрее. Слава Господу, эти вещи тоже должны нас радовать. Но это не будет этой полноты радости. Аминь. Только Христос. Знаете, если без Христа ты выйдешь замуж, ты будешь себя мучить, мужа мучить. Если ты без Христа женишься, ты будешь себя мучить, жену мучить, всех мучить. Аминь. Если без Христа автомобиль купишь, будешь его ремонтировать. Аминь. Все, что без Христа, оно не приносит радости. И это слава Господу. Господь так устал, чтобы мы прежде всего искали Царство Божие. И вот смотрите, какое мышление мы должны иметь филиппийцам, первая глава, апостол Павел, как он мыслил. Как он мыслил. С 21 стиха, первая глава. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Вау! Смерть приобретение. Потому что он имел это глубокое откровение. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое желание разрешиться и быть со Христом. Потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере». И так на небесах гораздо лучше. И возникает вопрос, если на небесах так хорошо, так чудесно, почему же мы все еще здесь? Что же мы здесь делаем? И Павел отвечает на этот вопрос. «Потому что это доставляет плод моему делу, что так нужнее для вас». Почему мы на земле? Потому что мы кому-то нужны. Вот весь секрет. Просто потому что мы кому-то нужны. И ты должен понимать, что жизнь на земле – это служение кому-то, потому что мы на земле, только по одной причине. Там несравненно лучше. Все, мы спасены. Мы уже можем идти на небеса. Но мы здесь кому-то нужны. Господь нас здесь оставляет, чтобы мы могли благословить кого-то, своих друзей, своих родных, церковь, братьев, сестер. И смотрите, когда Павел имеет вот это откровение, что там на небесах лучше, но я здесь живу для того, чтобы был плод, потому что будет награда. И в конце жизни апостол Павел, оглядываясь на все прожитые годы, он был благодарен Богу. Благодарен Богу. И вот он что говорит. «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день он и не только мне, но и всем воззубившим явление его». И так, он в конце своей жизни, перед этим он сказал, когда он стоял перед первосвященниками, что «я не воспротивился небесному видению». Господь Иисус мне явился, Он дал мне судьбу, Он дал мне призвание. Я не воспротивился небесному видению, и я сохранил веру. Я прошел этот путь, и теперь готовится мне венец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok